Лондонские игры уже история, но огромный олимпийский факел совсем скоро вновь будет зажжен в столице Великобритании. Это произойдет уже 29 августа, когда стартует 14-летняя паралимпиада. Сегодня в Москве провожают российскую команду. В сборной 163 спортсмена. Они выступят в 12 видах. Накануне отъезда с ними встретился Павел Получик. Начиная с первых шагов Димы в спорте, его тренер носит на руках, а Дима на одних руках раз за разом приносит медали в копилку российской сборной. На сегодня 22-летний пловец Дмитрий Кокарев самый титулованный паралимпиад в стране. В Пекине в 2008-м он не только поразил всех результатами, три золота и одно серебро, но и каким-то олимпийским спокойствием перед стартом. Вспоминаешь, сколько на тебя надежд возложено, и что ты для страны можешь сделать. А для меня в жизни самое главное – это быть полезным обществу, быть полезным кому-то и что-то делать хорошее вообще. Еще одна чемпионка Пекина Олеся Владыкина 4 года назад, кажется, совершила невозможное. Всего лишь через 6 месяцев после потери руки в автоаварии она вышла на паралимпийскую дорожку и установила мировой рекорд. Теперь вместо двух пекинских заплывов Олеся в Лондоне ждет сразу 5 личных дистанций и 2 эстафеты. Просто как можно больше испытать этого ощущения, знаете, выхода на старт, на дрожа. Это же такие доли секунды, доли мгновения, и возможно в жизни никогда не повторится. Поэтому вот одна из причин – это увеличение количества дистанций, чтобы помучать себя. Наших подопечных не надо дополнительно настраивать перед соревнованиями, признаются тренеры. Эти спортсмены привыкли себя преодолевать. Благо, от других трудностей во время подготовки к главным летним играм сборную избавили. Сколько нам надо было учебно-тренировочных сборов, сколько мы их и провели. Там, где надо было нам проводить учебно-тренировочные сборы, мы там и сделали. Не всегда это было, но на сегодня нам относятся так же, как и к обычному спорту. Тем более, что многие из атлетов с ограниченными возможностями в прошлой жизни достигли высокой спортивной планки. Например, дзюдоист Олег Критсул еще зрячим выступал на Олимпиаде в Атланте в 96-м, а потом стал паралимпийским чемпионом Пекина. У вас нет ощущения разности? Нет, вообще. Я могу. Я тренирую со зрячими ребятами, с сборной нашей национальной. Я с ними сборы проходил сейчас. Полгода я с ними почти тренировался. С Кабулаевым, там вот эти ребята, они сейчас чемпионы стали. Правда, в отличие от обычной сборной, от паралимпийской никто медальных планов перед Лондоном не требует. Просто езжайте на игры и покажите свои лучшие результаты. Их дважды уговаривать не надо. Недавно легкоатлет Иван Прокопьев на сборах от усердия даже специальные протезы сломал. Потому что есть силы какие-то, можно убежать. Еще быстрее. Получилось так, стартовал. И, наверное, сильно стартанулся. И вывернул гильзу протеза. И все. Из 183 паралимпийцев значительная часть, как и Иван, впервые попадет на игры такого уровня. Но еще до церемонии открытия в Лондоне ясно. Все они без исключения свою главную победу в жизни уже одержали. Павел Получик, Минису Усманова, Юлия Весова, Ольга Перковская, Ирина Опеканец, Первый канал.